Концепция новогоднего убранства утверждена, сроки обозначены, Краснодар преображается к празднику. Почта России переведена на усиленный режим работы, когда получать новогодние посылки. Сегодня ночью едва не сгорела иномарка, припаркованная во дворе одной из многоэтажек. Жители стали очевидцами поджога. Подробности в рубрике происшествия. Новости Краснодара в эфире российского информационного канала в студии Андрей Уральский. Здравствуйте. Новороссийск станет главной базой для ремонта кораблей всего Черноморского флота. На территории существующего завода планируют разместить новые цеха, которые позволят организовать полный производственный цикл. Сервисное обслуживание смогут проходить как дизельные подводные лодки, так и крупнотоннажные суда. О проекте развития Новороссийского судоремонтного завода говорили сегодня на встрече губернатор края Александр Ткачев и вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Валерий Биндос. Уже известно, что на новом предприятии создадут более 500 новых рабочих мест, а заказами судоремонтники будут обеспечены как минимум до 2020 года. Там будут работать наши российские, кубанские инженеры, рабочие, и там будут осваиваться серьезные деньги, вложения капитальные. Это будет приносить доходы в копилку города и края, безусловно. Это экономический проект, прежде всего, инвестиционный проект. Потому что государство один из самых мощных инвесторов, если так разобраться, в разных секторах экономики, прежде всего, военно-промышленных. То, что работы у судоремонтников будет много, подтверждает и Валерий Биндос. По заказу Минобороны России строится 6 подлодок, и все они будут приняты на вооружение в ближайшие годы. Первая дизельная подводная лодка «Новороссийск» уже спущена на воду в Санкт-Петербурге в конце ноября. Субмарина практически незаметна для радаров, благодаря установке новейшего винта и оригинальных конструкторских решений. А низкий уровень шума делают новую боевую единицу исключительной. Следующие лодки будут это Ростов-на-Дону, Старый Оскол. Все эти 6 лодок придут служить именно на Черноморский флор. Соответственно, для поддержания боеспособности их необходимо, чтобы судоремонтный завод работал в полную силу. Иначе обороноспособность стороны будет под вопросом. Поэтому мы возрождаем это предприятие. У нас Совет Директоров прошел. Единогласно все члены Совета Директоров проголосовали за то, чтобы снова возродить судоремонтную базу. Из 30 гектаров территории Новороссийского СРЗ 8 сейчас отведено под судовой ремонт. Специалисты говорят, что этого вполне достаточно, чтобы разместить здесь участки для сервисного обслуживания надводных кораблей и субмарин. Крупномасштабный проект «Объединенная судоремонтная корпорация» намерены реализовать к 2016 году. Таким образом, на Кубани появится судоремонтный комплекс, который сможет покрыть потребности всего Черноморского флота. Кубанская столица начинает примерять праздничный наряд. Полностью преобразиться Краснодар должен к 10 декабря. Такие сроки Владимир Вланов поставил сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Украшены будут не только городские улицы, но и все муниципальные учреждения, торгово-развлекательные комплексы и витрины магазинов. При этом, все оформление должно быть выполнено в едином стиле. Предполагается, что в этом году основной тематикой будет фольклор русских народных сказок. Параллельно с этим, сегодня городские театры активно готовятся к сдаче праздничных премьер. Разработаны сценарии главного шоу, которое пройдет на Театральной площади в новогоднюю ночь. А уже к 15 декабря здесь будет установлена главная елка города. Тут же на Театральной площади краснодарцы смогут приобрести подарки к Новому году. С 21 числа стартует ставшая уже традиционной рождественская ярмарка. А вот купить хвойные деревья к празднику горожане смогут на елочных базарах, которые начнут работать уже в ближайшее время. Всего в краевом центре будет порядка 70 таких торговых точек. При этом, подчеркивает градоначальник, важно учесть количество продаваемых елей. Я прошу уделить этому вопросу особое внимание. Значит, их расположение, оформление и количество того, что сюда завозится для продажи. И какого качества. Чтобы все то, что завезено, было продано. И потом не заполняло все наши, так сказать, наши мусорные контейнера. Возьмите на особый контроль. Для того, чтобы город к празднику выглядел как можно опрятнее, до Нового года необходимо закончить снос ветхих строений. Всего аварийными в Краснодаре сегодня признано около 350 домов. Из них более 200 уже расселены и большая часть демонтирована. Оставшиеся дома расписаны и находятся на разных стадиях сноса. Владимир Евланов поручил департаменту строительства мобилизовать все силы и как можно быстрее завершить работы по демонтажу. Демонтаж не стали откладывать на пресечении Ставропольской и Шевченко. Там накануне убрали киоск и терминал оплаты сотовой связи. О том, что суд постановил их снести, владельцев предупредили еще в октябре. Однако никаких действий со стороны предпринимателей не последовало. Только когда на месте появились эвакуаторы и городская комиссия, хозяин терминала решил его убрать и даже вызвал электрика. А вот владелец киоска так и не объявился. Эти объекты будут перемещены на стоянку, специально отведенную для этих целей городом. После чего, скорее всего, будут взысканы средства, необходимые, затраченные на демонтаж, перевозку и хранение. Отмечу, до конца года городские власти планируют ликвидировать более 100 самовольно возведенных объектов. Это торговые павильоны, рекламные щиты и гаражи. Кстати, с начала лета в Краснодаре под снос пошло уже более 200 построек нелегалов. Тему нелегалов продолжится и до Шагужева. В рубрике «Происшествия» она расскажет о гражданине Китайской Народной Республики, организовавшем незаконную миграцию соотечественников на Кубань. И не только об этом. В Краснодаре неизвестные подожгли иномарку и скрылись. Инцидент произошел на улице Стасова. Очевидцы рассказали следователям, что неизвестные подошли к автомобилю Hyundai Accent, припаркованному возле дома номер 145 по улице Стасова. Буквально через считанные секунды после того, как молодые люди скрылись, машина вспыхнула. Пламя заметили прохожие и жители дома. Они же сумели справиться с огнем до приезда пожарной бригады. К счастью, пострадавших нет. Все обстоятельства сейчас выясняются. Ущерб устанавливается. Предпринимателю из Китая грозит 5 лет тюрьмы за незаконную миграцию своих соотечественников. В Краснодаре гражданин Китая незаконно использовал труд своих земляков. 11 нелегалов из Китайской Народной Республики трудились в пригороде, а проживали неподалеку в хозпостройках. Нелегальный труд использовал 44-летний житель КНР. Он арестован. Правоохранители возбудили уголовное дело. Теперь бизнесмену за организацию незаконной миграции грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 5 лет. Необычное явление попало в объектив видеорегистратора на трассе под Краснодаром. На этих кадрах отчетливо видно, что на несколько секунд на небе появляется необычное свечение. В то время как очевидцы не исключают мистическое происхождение этого происшествия, специалисты так и не пришли к общему мнению, что это могло быть. Однако большинство придерживаются мнения, что возможно это был осколок метеорита, который сгорел в атмосфере. В последнее время автомобилисты Краснодара как будто под атакой хулиганов. Одни поджигают авто, а другие портят шины. Сегодня днем на парковке одного из кинотеатров Краснодара неизвестные порезали резину на нескольких автомобилях. Внимание злоумышленников привлекли в основном новые шины. Обстоятельства выясняют оперативники. Кадры другого происшествия на одной из краснодарских улиц выложили в интернет очевидцы. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Машина в таком состоянии, что восстановить ее будет трудно. К счастью, пассажиры иномарки остались невредимы. Они рассказали, что причиной аварии стала собака, которая якобы выбежала на дорогу. И чтобы не сбить животное, водителю пришлось вырулить на обочину. Хотя некоторые очевидцы отметили, что автолюбитель попросту превысил скорость и не справился с управлением. А сейчас о других авариях на дорогах краевой столицы за минувшие сутки. На Октябрьской и Буденово практически лоб в лоб столкнулись две легковушки. К счастью, обошлось без жертв. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские. На Октябрьской и Калинина не разъехались две иномарки. Водитель одной из них, видимо, не рассчитал дистанцию и слегка задел встречный автомобиль. К счастью, авария произошла не на высокой скорости, поэтому обе машины отделались царапинами. На Старкубанском кольце примерно такая же ситуация. Водитель иномарки слишком близко подъехал к попутному автомобилю и задел его. На Северное Садовое отечественный автомобиль при перестроении задел иномарку. Авария незначительная, водители разобрались на месте. На кольце красных партизан Тургенева иномарку подрезали так, что она оказалась на газоне. Виновник аварии скрылся с места ДТП. На Октябрьской и Калинина авария с участием маршрутки. Иномарка на большой скорости зацепила пассажирский транспорт. По счастливой случайности никто не пострадал. Это все криминальные новости на сегодня. Всего доброго, до встречи. На усиленный режим ведения службы с декабря перешло почтовое управление. Изменения в рабочем графике связаны с грядущими праздниками, а значит и повышенная нагрузка на почту. В воскресные дни некоторые отделения связи будут обслуживать клиентов на 4 часа дольше, то есть до 18 часов. Изменения в расписании коснутся филиалов на привокзальной площади по улице Оторбекова, 21, Уральской, 168 и на проспекте Чекистов, 7,1. Продленный график действует только в выходные. В остальные же дни обслуживание граждан в указанных отделениях будет осуществляться в обычном режиме. О других нововведениях в нашем большом городе коротко расскажет моя коллега Евгения Коломейцева. Здравствуйте. Региональная энергетическая комиссия утвердила новые нормативы потребления коммунальных услуг на Кубани при отсутствии приборов учета. Речь идет о новых нормативах потребления по отоплению, электроснабжению, водоотведению и водоснабжению, как холодному, так и горячему. Все подробности можно получить в нашем большом городе по адресу улица Железнодорожная, 4, или позвонив по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на экране. Отмечу, что выплата компенсаций взамен льгот на жилищно-коммунальные услуги, согласно Краевому закону, будет производиться с учетом вышеназванных изменений с 1 января будущего года. До начала зимних Олимпийских игр осталось чуть более двух месяцев. Заявки от горожан на временное или постоянное трудоустройство в Сочи принимаются в городском управлении по социальным вопросам. Как сообщили в Департаменте труда и занятости населения Краснодарского края, предложений интересной и достойно оплачиваемой работы много. В том числе и по совместительству. Например, требуются официанты, горничные, повара, администраторы, партия, специалисты по организации банкетов, специалисты службы информационных технологий, супервайзеры хозяйственной службы, менеджеры по продажам, уборщики хозяйственных помещений, а также электросварщики, механики, слесарь и сантехники, электромонтеры, водители. Позвоните по номеру 239-01-84 и узнайте подробности, в частности, как заполнить анкету и куда ее отправить. Всем соискателям, как правило, предлагается достойная зарплата. Кроме того, бесплатное питание, жилье для иногородних и доставка до места работы служебным транспортом. Сегодня истек пятилетний срок работы в должности ректора Кубанского государственного университета Михаила Остапова. С завтрашнего дня приказом министра образования науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова Михаил Остапов назначен исполняющим обязанности ректора КубГАУ. До утверждения ректора в установленном порядке. Напомню, Остапов был избран ректором вуза в ноябре 2008 года, тогда как его поддержали 84% участников конференции трудового коллектива Кубанского госуниверситета. Посмотрим, как сложится ситуация на этот раз. Вы смотрите вечерние новости «Краснодар сегодня». Далее речь пойдет вот о чем. Кубанские медики тренируются спасать спортсменов и гостей Олимпиады. За курсантами в белых халатах наблюдали Наталья Ястребова и Евгений Гирник. Как распределяется земля для многодетных семей в Краснодаре, об этом вы узнаете из рубрики «Интервью». 15 миллионов людей в мире ежегодно переносят инсульт, болезнь, которую реально предупредить и вполне реально вылечить. Увиделись в этом Марианна Хладрян и Михаил Дроздов. В станице Северской появится современный автовокзал с гостиничным комплексом. Его строительство уже начнется весной будущего года. В планах также развитие городообразующих предприятий, нефтеперерабатывающих заводов. Уже идет реконструкция Фибского и Ильского НПЗ. Это ключевые проекты для Северского района. Об этом губернатору Александру Ткачеву рассказал глава муниципалитета Адам Джарим. Отдельно на встрече обсуждали тему овощеводства. Напомню, сейчас действует краевая программа по поддержке крупных овощеводческих комплексов и небольших фермерских хозяйств. Накормить всю страну кубанскими овощами региону по силам, уверен Александр Ткачев, но предупреждает. Привлекать для работы на земле граждан Китая не стоит. Край должен выращивать экологически чистую продукцию, а не напичканную опасными химикатами. Северский район всегда производил много овощей. И овощеводство было достаточно высокоразвитой культурой, производством, многие семьи занимались. Я знаю, что и сегодня это для вас во многом является основным источником доходов для многих семей и населения Северского района. Я считаю, что это приоритетное направление, его нужно поддерживать, безусловно. В этом году мы уже построили более 40 тысяч квадратных метров теплиц. Это станица Северская, Афибская, Ильское поселение. И мы работаем в этом направлении. И в каждой станице, в каждом хуторе хочется, чтобы люди сами работали на земле и строили теплицы, и выращивали кубанские овощи. Я даю поручение вам, чтобы мы продолжаем поддерживать, стимулировать и будем финансировать, датировать и производство теплиц, и производство овощей. В крае у нас масштабная программа. Но это должно происходить за счет наших тружеников, за счет местного населения. Мы умеем, тем более у вас это давно уже, опыт, традиции, и мы не хуже. Значит, мы сможем наращивать эти объемы. Говорили на встрече о результатах социально-экономического развития Северского района. Сейчас муниципалитет в десятке лидеров. Оперативно решается вопрос с очередями в детские сады. Идет строительство новых и реконструкция старых зданий. В этом году дополнительно появилось 500 мест. Готовится к открытию четвертый в районе офис врача общей практики, сообщил губернатору Адам Джарим. В центральной больнице сразу несколько отделений капитально отремонтировали. По программе «Земский доктор» в Северский район переехали работать 29 молодых врачей. Кубанские врачи репетируют спасение олимпийцев. Помимо сочинских медиков, зимние олимпийские игры будут обслуживать примерно 1700 привлеченных специалистов – кубанцы, москвичи и жители Казани. В Краснодаре сейчас учится медицинский десант, собранный из разных районов Кубани. В планах занятий не только лекции о вывихах и переломах, но и лечения фантомов. За спасением Гоши и его друзей наблюдала наша съемочная группа. Каждые пять лет врачи повышают квалификацию. На этот раз учеба внеплановая. На кафедре скорой помощи Кубанского государственного медуниверситета готовят олимпийский десант. За парты сели и фельдшеры, и медицинские сестры, и заведующие отделениями, среди которых имеются даже доктора наук. Они прошли ту универсальную систему подготовки, которая позволит им работать на любых объектах. Практические занятия проходят в специальном фантомном зале. Здесь для курсантов подготовлен ассортимент пострадавших на любой вкус. Вот, например, этому бедолаге не повезло в ДТП. Налицо открытый перелом конечности, все это, кстати, отстегивается. И свежий след от ремня безопасности. Но сегодня нас будут интересовать исключительно спортсмены. По легенде, это лыжник, и у него остановка дыхания. Такая беда может приключиться после падения с высоты или в результате сильной черепно-мозговой травмы. Ведь на горном маршруте спортсмен разгоняется до 140 км в час. И последствия форс-мажора могут быть самыми серьезными. Сейчас нужна интубация трахеи. Процедура почти ювелирная. Попасть в трахею, минуя пищевод, с первого раза может только грамотный реаниматолог. После успешной манипуляции легкие говорят спасибо. Удобна в обращении вакуумная шина. Старый реквизит для скорой помощи она заменила лет пять назад. После того, как ей обернули ногу и откачали воздух, шина становится твердой и надежно фиксирует конечность. Для пущей убедительности сотрудники кафедры позволяют себе некоторую вольность. Нога стала твердой. Не церемонятся и с Гошей. Так между собой прозвали этого спортсмена. Его заставляет дышать волейболист в прошлом и травматолог в настоящем Владислав Иванов. Непрямой массаж сердца требует не только умения, но и минимальной физической подготовки. В среднем искусственная вентиляция легких проходит полчаса. Владислав стойко переносит все тяготы и лишения медицинской службы. Он уже проходил практику на тестовых соревнованиях в Олимпийском парке во время юниорского чемпионата мира по хоккею. Были травмы, особенно у юниоров. Они, ребята, очень горячие и приходили с разбитыми лбами, с поломанными челюстями, с поломанными пальцами. Но чтобы были тяжелые травмы, требующие реанимационных мероприятий, такого не было. Я надеюсь, и не будет. В Краснодарском ВУЗе двухнедельный курс пройдут 250 медсестер, врачей и фельдшеров. На командировку в Сочи согласились охотно. Кроме бесплатных проживания, питания и солидной зарплаты, есть еще главный стимул – возможность участвовать в событии, которое станет историческим. Наталья Ястребова, Евгений Гирник и Александр Воронов, телекомпания «Краснодар». 15 миллионов людей в мире ежегодно переносит инсульт. Чтобы нарушения мозгового кровообращения не стали настоящей эпидемией, профилактические акции проводят регулярно. Так, в минувшую субботу, врачи 2-й клинической больницы устроили день открытых дверей и посвятили его борьбе с инсультом. Побывала на нем и Марьяна Халатрян. Субботнее утро Вера Кравченко провела в стенах 2-й краевой больницы. Я пришла на плановую проверку холестерина и глюкозы в крови. Показатели глюкометра признается откровенно боится. Последний раз обследовалась два года назад. И это несмотря на то, что пенсионерка знает, что находится в так называемой группе риска. Без ведения активного образа жизни и соблюдения специальной диеты может пополнить ряды перенесших инсульт. У меня началось с 30 лет это. Поэтому я даже не знаю. Я думаю, что наследственность. У меня мама и папа умерли очень рано от сердечного инсульта. На самом деле наследственность маловероятная причина для инсульта. В основном это стрессы и неправильное питание. О том, как предостеречь себя от недуга, врачи рассказали всем пришедшим на день открытых дверей во второй краевой больнице. Инсульт – это нарушение кровообращения в мозге. Ежегодно его переносит 15 миллионов людей в мире. В Краснодаре же каждый год в медицинских карточках более чем 4 тысяч людей появляется новая запись – нарушение мозгового кровообращения. Основная причина инсульта в Краснодарском крае – это гипертоническая болезнь и нарушение ритма сердца. К этим болезням человек идет всю свою жизнь. Это болезни образа жизни. Поэтому мы хотим донести до наших жителей города Краснодара борьба с изменением своего образа жизни, борьба с факторами риска, гипертония, нарушением ритма сердца, чрезмерным питанием, ожирением, сахарным диабетом должны снизить риск инсульта примерно на 80%. Если еще несколько десятков лет назад слово «инсульт» было знакомо людям старше 60-ти, то сегодня перебоями в кровообращении сердца и мозга страдают и в 30 лет. Поэтому знакомить с недугом 21 века нужно с молоду, считают врачи. О том, что такое инсульт и как его предупредить, специалисты Краевой клинической рассказали даже детям. В игровой форме с участием клоунов и ростовых кукол эти дети узнали о признаках одного из самых серьезных заболеваний в мире. Так что нужно делать, если ты вдруг увидела первые симптомы инсульта? Звонить в скорой помощи на оттуда. К сожалению, этот номер Вера Григорьевна набирает каждую неделю. В группе медиков, шутит пенсионерка, уже можно дежурить рядом с ее домом. Но Вера Кравченко не унывает, ведь ее здоровье зависит только от нее. Поэтому после проверки глюкозы и холестерина она заняла очередь и на томографию мозга. Марьяна Хлатрян, Михаил Дроздов, Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар». Награждали сегодня и победителей конкурса «Здравствуй, мама». Уже ставший традиционным, он проводится осенью и подведение его итогов приурочено ко Всероссийскому Дню Матери. В этот раз творческое состязание собрало почти 2000 участников со всей Кубани. На суд жюри свои рисунки, поделки и сочинения представили дети в возрасте от 9 до 17 лет со всего края. В финал вышли 360 работ в трех номинациях – «Обращение к маме», «Ангел-хранитель мой» и «Подарок к маме». Определить лучшего жюри было непросто. Все работы выполнены на высоком уровне, поэтому кроме призовых мест, много и лауреатов. На этот раз 70 человек. Они также получили подарки. Когда объявили этот конкурс, я решила сделать подарок для мамы, чтобы сделать ей приятно, ну и решила сделать картину. Картина называется «Бетельчатый квиллинг. Женщина с ребенком на руках». Было сложно, конечно, но мне нравилось и, как сказать, я вложила туда всю свою душу. Новый год не начнется без сказки. В преддверии праздников Краснодарские театры распахнут свои двери для юных жителей Кубанской столицы. Праздничный репертуар не перестает удивлять. От «Снежной королевы» в Академическом театре драмы до новогодней фантазии творческого объединения «Премьера». Не останутся без сказочного настроения и дети из многодетных семей. Ежегодно Управление по вопросам семьи и детства проводит акции в их поддержку. И в этом году пригласительные получат 650 детей. Кроме того, сами театры также устраивают благотворительные акции, приглашая на свои театральные постановки. Еще одно из направлений поддержки многодетных семей – улучшение жилищных условий. В ближайшее время более тысячи заявителей получат земельные участки в станицах Старокорсунской, поселке Новом, хуторах Октябрьском и Копанском. О том, как проходит распределение земли многодетным семьям, Алексею Шелепову рассказала заместитель директора управления земельных отношений администрации Краснодара Алла Белохорд. Большое спасибо. Здравствуйте, Алла Александровна. Итак, если говорить о земельных участках, которые выделяются для многодетных семей, то есть для семей, у которых трое и больше детей. Программа стартовала примерно в 2011 году. Она сейчас продолжает работать? То есть мы сейчас продолжаем выделять эти земельные участки многодетным семьям? Продолжаем, выделяли, выделяем и будем выделять. То есть уважаемые телезрители, рожали, рожаем и продолжаем рожать третьего ребенка, потому что земля есть еще на Кубани. Если говорить о цифрах, сколько уже земельных участков выделено, сколько мы можем выделить и сколько должны выделить? Опубликовано больше тысячи земельных участков, заключено договоров около тысячи земельных участков и порядка тысячи еще земельных участков планируется на опубликование для дальнейшего предоставления. Вот планируется. Сейчас мы вернемся к тем, которые уже распределены. Планируется. Насколько это далекая перспектива? Можно же там планироваться в течение 10 лет, а можно там, ну не знаю, в течение месяца. Ну это планируется в ближайшее, абсолютно в ближайшее время. То есть вот там до Нового года, а может быть сразу после Нового года? Да, где-то в этом районе. Вот то, что уже выделено. Вы сказали, что около тысячи или там больше тысячи опубликовано, а там чуть меньше тысячи, получается, заключено договоров. А вот эта разница, почему она осталась? Это участки, от которых отказались, которые не захотели брать, или что с ними происходит сейчас? Ну, в данном случае просто существуют некоторые ограничения, требования, скажем так, для заявителей, определенные законодательством. И в некоторых случаях граждане не всегда им соответствуют. А, то есть они заявление подали, на них вроде как бы участок выделили, потом стали проверять более тщательно документы, говорят, о, нет, не получается у нас, да? Либо заявитель говорит, о, нет, я не хочу, подожду более выгодного места. А где эти массивы земли, где вот эти вот тысячи, тысяча участков, это в одном месте, в нескольких местах, где они сейчас расположены? Это станица Старокурсинская, поселок Новый, хутор Октябрьский и хутор Капанской. Четыре массива, вот в эти четыре массива влезли вот эти вот тысячи распределенных участков. Занимается ли город тем, чтобы обеспечить эти участки коммуникациями? Потому что, насколько я правильно помню, в постановлении это распоряжение муниципалитета. И есть ли там инфраструктура такая, как садики, не знаю, магазины, школы и так далее, где-то рядом или как-то это запланировано вообще? Ну, при планировочной документации обязательно учитывается социальная инфраструктура, то есть обязательно должны быть садики, школы, проведение коммуникации. То есть в настоящее время сейчас работы разрабатываются, проекты, отыгрываются комплексы мероприятий, торгов. То есть это все в работе. Опять же, вот здесь в этой студии, общаясь с вашими коллегами по этому вопросу, мы говорили о том, что да, желание-то есть на самом деле, выделить эти участки и всем их распределить. И то, что было, вот эти четыре участка, о которых вы говорили, они были... Массива, да. Четыре массива, они были там в муниципальной собственности, их распределили. Дальше вроде земли есть вокруг города Краснодара или там в Краснодаре, но они не совсем муниципальные, а там федеральные и краевые, и что их нужно передавать для того, чтобы дальше распределять участки. Вот что сейчас происходит? Нашли ли мы землю, получили ли мы ее в муниципальную собственность и готовы ли мы дальше распределять? Да. Фондам развития жилищного строительства передан земельный участок, порядка 150 гектар для дальнейшего предоставления гражданам, имеющим... То есть мы уже знаем, где эта земля, а где она, кстати, будет располагаться? Это поселок Лазурный, это в районе Ростовска. То есть получается, что сейчас эта земля уже есть, эти гектары, они уже есть, и их осталось только нарезать? Да, оформляется это совместно с Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, ведется работа по оформлению этого массива для дальнейшего... Я правильно понимаю, что вот как только мы этот массив распределим, то вот те семьи многодетные, которые там на данный момент существуют в городе Краснодаре и хотят получить эту землю, их желание будет все удовлетворено. Семьи будут дальше появляться, мы будем дальше искать земли для того, чтобы их распределять? Никаких ограничений по времени действия этого законодательства нет, соответственно, и сейчас ведутся работы по изысканию новых массивов и для дальнейшего предоставления, опубликования, оформления. Ну что ж, спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Вам, уважаемые телезрители, я еще раз хочу напомнить, что земли есть, так что продолжаем пополнять наши семьи и детьми. Если у вас уже трое и больше, то обращайтесь, найдем землю и будет у вас большое собственное жилье. На этом моя часть выпуска новостей подошла к концу, но выпуск продолжается, так что смотрим вместе дальше. На какие события из мира экономики стоит обратить внимание, чтобы увеличить свою прибыль на этой неделе? Какие факторы влияют на валютный рынок и что такое ставка ООНайт? Наш эксперт Екатерина Овечкина готова раскрыть ключевые козыри, как заработать на финансовых рынках в декабре. Рада всех приветствовать, уважаемые дамы и господа. В первую очередь, всех хочу поздравить с началом новой торговой недели и с последним торговым месяцем текущего года, который наверняка принесет нам много приятных сюрпризов. Итоги прошлого месяца мы уже подвели, поэтому не будем о прошлом, а рассмотрим то, что ждет нас на этой неделе. Каждый день, за исключением вторника, насыщен экономическими новостями. И эта фундаментальная составляющая достаточно сильная. Рассмотрим основные из них. Сегодня и 4 декабря в среду выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в Швейцарии, Франции, Германии, Еврозоне и Великобритании. Если ориентироваться по прогнозным значениям, то они практически неизменны. Но сам по себе показатель способен неплохо поддержать европейскую и британскую валюты. На этой неделе ожидается выход процентных ставок по Австралии, Канаде, Великобритании и в еврозоне. Как правило, центральные банки осуществляют свою денежно-кредитную политику, оказывая влияние на краткосрочные процентные ставки путем изменения целей для ставки Овернайт. Ставка Овернайт – это процентная ставка, которая используется при кредитовании между крупными финансовыми институтами. Данная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которых осуществляется регуляция экономики страны. По прогнозным значениям, данный показатель ни в одной из экономических зон менять не собираются. Но выход данных и сопроводительные заявления центральных банков по данному решению способны привести рынок в дисбаланс и придать ему большую волатильность, на которую можно будет единовременно заработать более 1000 долларов. И о самом главном – в начале каждого нового месяца выход данных по безработице США – статистика, которая действительно двигает рынок. Число занятых в мельскохозяйственных отраслях экономики по прогнозам снижается, и это, в свою очередь, даст сильный толчок к концу недели к ослаблению американского доллара. На этом основные факторы влияния на валютный рынок не ограничиваются. Если вы хотите узнать подробнее, как можно заработать на колебаниях курса валют, обращайтесь в компанию, и наши специалисты помогут вам в этом. И хотелось бы напомнить вам о прохождении уникальной акции в компании Телетрейд. На этой неделе компания дарит всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-04-00. Получайте знания, которые помогут вам заработать уже сейчас. Сегодня на этом у меня все. Удачных вам торгов и приятных профитов. С вами была Екатерина Овечкина. Минувшим летом аналитики агентства Комньюз Ресерч исследовали стоимость мобильной связи в регионах России. Бизнес-тарифы Телетва эксперты признали наиболее выгодными среди предложений всех операторов, оказывающих услуги в нашей стране. Краснодар не исключение. Важное наблюдение. Самая высокая стоимость услуг для бизнес-абонентов зафиксирована в тех регионах страны, где Телетва не представлена. Это говорит о том, что присутствие альтернативного оператора на региональном рынке выгодно для абонентов всех операторов. Мы обратились непосредственно к бизнес-абонентам, чтобы узнать их мнение о тарифах Телетва. Отдыхали с друзьями за городом и решили заказать пиццу. Связь была только у меня. Вот так вот Телетва нас выручила. Я часто бываю за границей и связь Телетва постоянно выручает меня в роуминге. Счастья и здоровья. Чтобы ваши клиенты всегда были вами довольны. Мира и долголетия. В эфире новости Краснодар сегодня. И вот темы ближайших минут. Снежная королева в новом облачении. В чем предстанут герои новогодней сказки? Перед зрителем узнали Мариана Хладрян и Евгений Валидов. Друзья, если вам не плевать на погоду, на наш любимый, родной, плодородный, плодовитый, необъятный Краснодарский край ЖИТНИЦУ РОССИИ Не переключайтесь. Прогноз погоды уже рядом. Спонсор прогноза погоды Строительная компания Строэлектросевка в монтаже Квартиры под ключ От надежной фирмы по доступной цене Солнышко светит, птички поют Тучки на нас С неба плюют День добрый, друзья мои. Народный прогноз на канале Краснодар Плюс. Меня зовут Валдис Пеленицын Декабрьский снежок, как Сладкий пирожок. Кому-то нравится, кому-то нет Но вот жителям горячего ключа Темрюка и Крымска от него не спрятаться Ожидается около 0 градусов И небольшие хлопьеобразные осадки С утра 3 числа Зато 4 и 5 декабря Ожидается ясная, солнечная и морозная погодка В остальных городах, которые вы видите на экране Погода тоже есть Кстати, 2 декабря Не только лишь второй день зимы 2 декабря 1981 года Родилась Бритни Спирс И это никак не связано с тем Что за 10 лет до этого была произведена Первая в истории мягкая посадка Спускаемого модуля на поверхность Марса На Марс! Три раза запускали и только на третий Удалось удачно посадить В СССР дело было Это вам не машину парковать во дворе И это все, о чем хотел я рассказать вам Сударе сегодня Меня зовут Валдис Пеленицын Любви и солнышко, вам увидимся А да, если вы останетесь с нами То узнайте во второй части прогноза Как обстоят дела и на Черноморском побережье И об этом вам расскажет Элегантно-экстравагантный Гостец далекой планеты YZ602J Aluminarium Не переключайтесь Новые квартиры в жилом комплексе «Восток» Выбор, которым вы будете гордиться Перспективный район Доступная цена Надежный застройщик Строй электросевка в монтаж Мы строим ваше счастливое будущее Уже сейчас Звоните 992-0545 Театр драмы Уже полным ходом Ведет подготовку к Новому году Репетиции детской постановки «Снежная королева», Которую зритель увидит В последних числах декабря Близится к завершению История будет лишь Слегка напоминать Известную всем сказку Андерсона Поражать зрителей Будут не только Новым видением произведения И актерской игрой Но и костюмами В чем артисты выйдут На новогоднюю сцену Узнала Марьяна Халатрян В таком наряде Пойти на бал Вряд ли получится Ведь главное Чтобы костюмчик сидел Фраза из фильма «Чародей» Давно стала девизом Портных Краснодарского Драматического Здесь из магических приемов Лишь ловкость рук А инструменты далеко не сказочные Иголка, катушка И швейная машинка Но пока все это в стороне Первый этап Снятие мерок По стойке смирно Перед закройщиком Андреем Сегодня артист Михаил Золотарев В новом прочтении Снежной королевы Ему предстоит сыграть принца Будущее царское облачение Пока только на макете В голове портного Сложились и образы Остальных героев Тафта ткань капризная Она быстро мнется Плохо утюжится Ее сложно строчить Сыпется Но портные театродрамы Легких путей не ищут Костюм Уля Лукоя Сшит именно из тофты Он почти готов Что нельзя сказать О другом костюме Ворона Вот он Однако пока сами портные Плохо представляют себе Каким он предстанет Перед зрителем Мудрость черного ворона Предстоит сыграть А перья и пушистый хвост Который мастера пришьют Помогут закончить образ Кстати Хвост у природно-однотонной птицы В этой новогодней сказке Будет ярким Как у павлина Нестандартное решение Костюмеры приняли Разрабатывая сорочку Для принца Она В прямом смысле слова Будет безразмерной Для того Чтобы костюм Мог потом надеть Актер любой комплекции Этот экономичный принцип Подходит только для мужского наряда Принцессы должны быть Изящными и миниатюрными Как Елизавета и Виктория У них платье на корсетах Причем у каждой свое Каждый художник Видит принца Даже того же В любой сказке В спектакле В каком-то По-своему Естественно И костюм будет Разный Как бы костюмы И поэтому Здесь нету такого Что вот Один персонаж И По одинаковому Моему шьем Где-то жилет Где-то Камзол Где-то Ну в общем Все по-разному С Натальей согласен Михаил Золотарев Каждая примерка Возможность порепетировать И хотя на сцене Прогона новогоднего спектакля Еще не было Костюм принца Его явно погружает В атмосферу сказки Из фантазии На землю Возвращает закройщик Так повыше Оттянем Голову С высоко поднятой головой Красиво и грациозно Актер в этом костюме Выйдет на сцену А вместе с ним Более трех десятков артистов Каждый из которых Должен запомниться Зрителю Не только блистательной игрой Но и не менее ярким костюмом Костюм это неотъемлемая часть Спектакля Театра Самого актера Это как кожа для него Марьяна Хлатрин Евгений Валитов Александр Воронов Телекомпания Краснодар В Краснодаре Наградили победителей Краевого литературного конкурса Золотые руки 50 студентов вузов И выпускников Кубанских школ По условиям проекта Написали очерки О героях труда Главные персонажи Конкурсных сочинений Простые рабочие От матросов До швей Европейских подушек Лучшие произведения По мнению жюри Написала студентка Факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валентина Челобко Героем ее очерка Победивший время Стал председатель Каневского колхоза Победа Вадим Резников Дважды герой Социалистического труда По его инициативе В районе была построена Школа и Ледовый дворец Я хотела написать И человеке Который не говорит Высоких слов А изменяет Умеет менять жизнь Он помогал Людям Которые попали В трудные Жизненные ситуации Людям Которых Были проблемы Со здоровьем Лучшие очерки Войдут В специальный сборник Организаторы Надеются Что он поможет Поднять престиж Рабочих специальностей В России Эта сфера Испытывает кадровый голод Не хватает Узкопрофильных специалистов Впускники Все больше Дают предпочтение Офисным профессиям Которые сегодня В переизбытке Молодежь Очень мало знает Именно о современном Содержании Рабочих профессий У них очень много Старых стереотипов Которые мешают Им даже Рассматривать Рабочие профессии Как альтернативу Высшему образованию Стимулировать Интерес молодежи К рабочим профессиям Не в письменной А в устной форме Приехали менеджеры По персоналу И представители Крупных предприятий Они рассказали О преимуществах Рабочих специальностей И о перспективах Карьерного роста Отчет по работе За год В танцевальном И вокальном Формате Сделали и воспитанники Городского управления По делам молодежи В одном из развлекательных Центров Краснодара Победители ежегодного Конкурса Лучший молодежный клуб По месту жительства Продемонстрировали Самые яркие номера В течение года Участники клубов А таковых в Краснодаре Около 120 Соревновались между собой В пяти номинациях Устраивали поэтические Вечера Дискотеки Ходили в походы Все согласно Направленности клубов По интересам Это спортивная Патриотическая Литературная И творческая В финал конкурса По итогам трех туров Вышли пять клубов Лучшим вручили Символы победы Конкурсные статуэтки И грамоты В этом году С явными положительными Ибо за год Мы набрали Более 50% Новых клубов И сегодня В городе Свою деятельность Осуществляют Более 100 клубов По месту жительства Клубы по месту жительства Это основа Досуговой деятельности Молодежи И этот конкурс Он конечно необходим А вот воспитанникам Центра детского творчества В поселке Энко Пока о карьерном росте Думать рано Они свои таланты Реализуют на сцене 35-й юбилей Центра творчества Отметили большим Отчетным концертом В нем приняли участие Сегодняшние ученики И выпускники Прошлых лет Это и театралы И вокалисты И хореографы Сейчас в учреждении Дополнительного образования Работают несколько Творческих отделений Талант развивает Почти 4 тысячи детей Многие из них Еще дошколята Всего же за годы работы Из стен Центра детского творчества Выпустились более 30 тысяч человек Преподаватели с уверенностью Говорят Благодаря внимательному И чуткому отношению Со стороны педагогов Из детей вырастают Достойные и талантливые люди За эти 35 лет Наш Центр вырос В огромную Большую Дружную семью Семью детей И взрослых Детей и их родителей Мы очень любим Наше детство Поэтому Все чем мы с ними Занимаемся Это ведет к тому Что мы растим Будущее нашей страны Здесь у нас Ребята занимаются И творчеством Учатся И танцевать И петь Но еще большое значение Они учатся Быть просто Хорошими людьми Вы смотрите Народный прогноз погоды На канале Краснодар Плюс В эфире я Гость с далекой планеты YZ602G Алюминариум Здравствуйте Расскажу вам о погоде На Черноморском побережье Завтра 3 декабря Новороссийский Геленджике Анабе Днем уровня Тути в градусниках Останется на уровне Плюс 1 Плюс 3 градуса И плюс 1 Ночью В среду 0 Плюс 4 днем И ночью Плюс 2 Плюс 3 В четверг Плюс 9 днем И 6 тепла ночью В эти дни Солнце будет Периодически являться Вам И помните Про выпадение H2O Ну а на 43-й и 44-й Широте И 39-й Долготе Земной коры А точнее Туалсет Сочи Атмосфера будет Капризна Во вторник 3 декабря 2 тепла днем И 1 градус ночью В среду Днем уже 5 А в четверг И вовсе Плюс 8 днем Но ночью 5 градусов тепла Не кажется Насколько теплыми Для вас Люди Что касается Столицы Кубани Завтра ясно Днем плюс 3 Ночью Минус 3 В среду Солнце термометра Поднимется до плюс 3 Ночью Опустится до минус 2 Ну и четверг Распараду С урешением Градусов До плюс 9 Днем Но ожидается Область С преснениями Лучью И вовсе Союз Человек И робота Возможен Но невозможно Полное доверие Ибо невозможно Доверяться тому Кто может Просто отказаться Поменять батарейки Будьте внимательны Друг к другу Ну а мы В свою очередь Предупредим вас О погоде С вами был я Алюминариум До новых встреч В финале информационного часа Еще раз вспомним Самые заметные события Этого выпуска Кубанская столица Примеряет праздничный наряд К 10 декабря Краснодар Полностью преобразится Предполагается Что основной тематикой Будет фольклор Русских народных сказок Такие пожелания Владимир Ивланов Выразил сегодня На аппаратном совещании В мэрии города Украсят не только Городские улицы Но и все Муниципальные учреждения Торгово-развлекательные центры И витрины магазинов Подготовку к Новому году Начали и городские театры Уже разработан сценарий Главного шоу На театральной площади В новогоднюю ночь 15 декабря Здесь будет установлена Главная елка города Тут же краснодарцы Смогут приобрести подарки К Новому году С 21 числа Стартует рождественская ярмарка А купить хвойную красавицу Горожане смогут уже В ближайшее время На елочных базарах К празднику Город должен выглядеть Как можно опрятнее Поэтому до Нового года Необходимо закончить Снос ветхих строений Это около 350 домов Из них более 200 уже расселены И большая часть демонтирована Оставшиеся дома расписаны И находятся на разных стадиях сноса Владимир Явланов Поручил департаменту строительства Мобилизовать все силы И как можно быстрее Завершить работы по демонтажу Также в краевом центре Продолжается борьба С постройками нелегалами Так, на пересечении Ставропольской и Шевченко По решению суда Ликвидировали киоск И терминал оплаты сотовой связи До конца года Под снос пойдут еще более сотни Самовольно возведенных объектов Это торговые павильоны Рекламные щиты Гаражи До 22-х Олимпийских игр Осталось 67 дней Кафедра скорой помощи Кубанского государственного Медуниверситета Готовит десант скорой помощи 250 медсестер Врачей и фельдшеров Из разных районов Кубани Сели за парты Чтобы детально разобрать Спасение олимпийцев Которые могут, например Упасть с высоты Получить открытый перелом Или перенервничать Однако в планах занятий Не только лекции о вывихах И переломах Но и лечения фантомов Это все новости к этому часу Пересмотреть их можно На нашем сайте TV-краснодар.ру Я с вами прощаюсь А впереди еще рубрика Праздник каждый день До встречи Наш веселый спонсор Магазины Дури Маркет Всем доброго начала недели Впереди вас ждут Еще 4 рабочих дня И это вовсе не повод расстраиваться С вами я, Светлана Моренко Расскажу о праздниках Которые отмечают завтра 3 декабря Тот самый день Когда нужно говорить Да, да и только да Все потому Что именно этот день Считается днем положительных ответов Так что отказы На любые предложения Не принимаются И остаются незамеченными А всем предлагающим И спрашивающим Советую Не пользоваться этим праздником В корыстных целях Ведь в любой момент И вас настигнет Участь отвечающего А вот главные герои Следующего праздника Точно не подвластны Дню положительных ответов Все служители Фемиды 3 декабря Отмечают свой профессиональный праздник Этот день в России Назначен днем юриста Так что спешите Поздравить всех правоведов С их праздником Но если среди ваших знакомых Нет юристов Поздравьте тех Кто отмечает свои именины 3 декабря Это Алексей Анатолий Анна Денис Иосиф Иосиф Исаак Макар Фекла И Татьяна На этом я с вами прощаюсь И напоминаю Что до нового года Осталось уже меньше месяца А это значит Самое время покупать Новогодние костюмы И атрибуты Для вашего праздника Лучшие из которых Вас ждут В магазинах Тури Маркет В магазинах Товаров для праздников И запоминающихся событий До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok